И сегодня у нас в гостях директор благотворительного движения помощи онкобольным детям из Каркафон Татьяна Сачко. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, заглянули к нам. Но уже буквально в октябре вступят в силу поправки в закон о благотворительной деятельности и волонтерстве. И основные поправки коснутся, конечно, вот тех самых ящиков для пожертвований, которые мы видим в магазинах, в торговых комплексах. Вот что это за изменения, что будет регламентировано? Регламентирована как раз деятельность о переносных ящиках для сбора пожертвований. То есть на сегодняшний день, если вы видите ящики для сбора пожертвований на улицах, в общественном транспорте с октября месяца, это уже законно, незаконно. И переносные ящики для пожертвований использованы только разрешенные на проведение каких-то массовых мероприятий некоммерческих организаций. То есть на кассах в магазине они тоже будут отсутствовать? Почему? На кассах в магазине это стационарные ящики. Стационарные ящики, они подразумевают установку в различных организациях с заключением определенного договора. Владелец этого ящика, это некоммерческая организация, заключает договор на установку ящика для пожертвования с определенной организацией. Видимо были какие-то сложности в этом вопросе, да? Почему возникли изменения в законе? Да, потому что сборы, сборы, вот не прозрачные сборы, сборы, мошеннические сборы на улицах, в общественном транспорте, это было настолько массово. И сейчас говорят о многомиллионных сборах в эти ящики для пожертвования, что мы считаем своим действием призвать общественность и быть бдительными. Когда вы осуществляете сборы на улице, в переносные ящики для пожертвования или в общественном транспорте. Но вот еще одна непрозрачная схема перечисления добровольческих пожертвований, это переводы на личные карты. Да, вот здесь тоже может быть опасность, так скажем, нарваться на мошенника. Да, смотрите, если вы увидите сбор, который осуществляется на личную карту, либо есть некоммерческая организация и она осуществляет сбор не на свой расчетный счет, а на счет на личную карту, то это уже имейте в виду, что это большой вопрос, что это прозрачный и честный сбор. Вообще разумная благотворительность сегодня очень популярный термин. Что это обозначает? Что имеется в виду? Ну, прежде чем жертвуя, каждый должен понимать, на что он жертвует, на что осуществляется сбор, реально ли этим сбором помочь конкретно какому-то человеку. То есть, и если конкретный человек, конкретная семья осуществляет сбор на лечение, там, допустим, берет 30 миллионов, ему выставили счет, то семья должна понимать, что она никогда не соберет эти денежные средства самостоятельно. И, скорее всего, тот фонд, который был привлечен на сбор этих средств, да, особенно и на личную карту, ну, это неправильно и нужно обращаться в профессиональный фонд для оказания помощи. И еще, пожалуйста, вот несколько советов тем, кто хочет вступить в ряды благотворителей, жертвователей. Вот как вести себя, как не нарваться на мошенников, грубо говоря, или чтобы эта помощь была адресной и полезной? Смотрите, прежде всего, конечно, выбирайте проверенный фонд с имеющейся историей, жертвуйте туда, на что созрели, то есть, что вам ближе. Ближе дети, ближе пожилые, ближе животные, то есть, что ближе, туда обратитесь. Есть у нас много некоммерческих организаций, в том числе региональных, которые выигрывали и фонд президентских грантов и имеют отчеты в Минюсте. Есть реестр этих некоммерческих организаций, вы просто можете по ННН зайти или в эту организацию в поисковике на сайте посмотреть их деятельность. Спасибо вам большое, что нашли время, заглянули к нам. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был директор благотворительного движения «Помощь онкобольным детям» из Кракофон Татьяна Сачко.